Парк Дендрари. Это общественное пространство в 2020 году пережило полный апгрейд. Сегодня здесь в любое время дня можно встретить полевчан. Кто-то гуляет, кто-то занимается спортом. Занятия по душе найдет каждый, независимо от возраста и увлечения. Здесь комфортно и уютно, если бы не вандализм. Пространство нравится, порядок только не нравится, что молодежь у нас здесь делает. Очень, конечно, неприятно это. А так ничего. Разворачивать лавочки как-то все-то в кучу. Приходится после них, я понимаю, службу мою, соответствующую, наводить порядок. Ну, без этого никак. Культуры, видимо, маловато, как-то детей надо приобщать. А в целом, да, я оптимист по натуре, мне все нравится. Тем более, вот это все красота такая, скоро вот это все елочки поднимутся. Все прекрасно и погода чудесная. Выявить факты вандализма, оценить целостность пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, проверить основные конструкции, оценить состояние зеленых насаждений. Сегодня пришли специалисты администрации Полевского, общественной палаты и депутаты Думы. Посмотреть, какие гарантийные обязательства нужно устранить подрядчику, что нужно устранить подрядчику, который содержал объект. Вот сейчас мы наглядно видим, что сегодня здесь идет монтаж новой баскетбольной площадки. Это в рамках какой программы делается или же просто предыдущая не выдержала там пятилетней эксплуатации? Ну, все верно. Это не какая-то программа, это текущее содержание объекта. Площадки, что детская, что баскетбольная на территории Дендрария очень востребованы. И покрытие не выдерживает такого физического воздействия. Кроме замены резинового покрытия, на игровой площадке после осмотра приходят к решению демонтажа, а после замены на новые веревочных элементов. А еще предстоит очистить от надписей игровые зоны, починить балансиры и качели. Не по возрасту использования вот именно этих детских площадок. Как уже, наверное, вы заметили, информационный стенд, не зря он находится на площадке. И, к сожалению, из года в год мы меняем наполнение этой информационной защиты, но никто не пользуется этой информацией. Постоянно она, я не знаю, убирается, снимается. Хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки оборудование, которое на детской площадке устанавливается, должно использоваться по возрасту. Детская площадка активно используется полевчанами. Юная София с удовольствием играет и кружится на каруселях. А вот кто постарше, испытывает элементы на прочность. Когда тут детей маленьких меньше становится, приходят взрослые и ломают иногда. И тут много чего уже сломано из-за них. Места расположения скамеек на центральной аллее Дендрария – это отдельная тема. Согласно проекту, они должны стоять по обе стороны пешеходной зоны. Но у отдыхающих иное мнение. Они регулярно перемещают их. Как итог таких перестановок – сломанные ножки у основания. Дело-то здесь не то, что некачественный материал. Сделано все по нормам. Принималось также по нормативным требованиям. Есть паспорта и так далее. Дело в том, что наш гражданин, житель города относится к муниципальному имуществу не очень бережно. И постоянно мы даже видим данный момент. Постоянно скамейки двигаются. Сегодня они сидят на одной стороне, завтра они переезжают на другую сторону. Бывает их собирают по три штуки, по четыре – в кучку. Илья Бориско – депутат Думы Полевского по первому избирательному округу. Человек неравнодушный к вопросам благоустройства. Придя в парк, первым делом наводит порядок. Считает, что когда-нибудь приучит полевчан соблюдать правила нахождения в общественных местах. А в целом считает, что в перспективе нужно создавать на территории лаунж-зоны. Есть предложение к голове по поводу отдельных карманов для скамеек, которые можно разместить чуть дальше от аллеи и уже закрепить скамейки, чтобы не могли они передвигаться. Ну и для тех, кому необходим визуальный контакт, чтобы сидеть друг напротив друга, тоже есть небольшой проектик по поводу совмещенных таких скамеек. Их планировалось порядка четырех таких островков сделать, но уже подальше от аллеи. На обследование территории приехал и представитель подрядной организации, кто благоустраивал это пространство. Сергей Фидорко считает, что полевчане очень медленно, но привыкают к красоте. Вандализма с каждым годом становится меньше. Но это не означает, что в этом году его коллеги не придут на эту территорию, с восстановительными работами. В этом году планируем провести частичную замену покрытия мягкого. Ну и также будем высаживать цветы, деревья смотреть, которые засохли, будем обновлять. Расцветать деревья начинают только в конце мая, начало июня. После того сделаем, обход проведем, дефектуем, и потом уже с заказчиком совместно будем определяться. Обследование территории проведено не только с представителями подрядных организаций, несущих гарантийные обязательства по выполненным муниципальным контрактам, но также совместно с подрядной организацией, выполняющей зимнее и летнее содержание территории объектов внешнего благоустройства. По всем замечаниям подрядчикам будут направлены акты осмотра с требованием об устранении в рамках гарантийных обязательств. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, Новости 11 канала.